Наша программа продолжит прогноз погоды, с ним нас познакомит Евгений Гинзбург. Доброе утро, Евгений Абрамович. Доброе утро. Большая часть Сибири окажется в зоне действия циклонов и их атмосферных фронтов. Восточная Сибирь. В Иркутской области снег местами сильный, порывистый ветер и метели. Днём от 5 до 15 морозом. На севере области, впрочем, как и в целом на севере Восточной Сибири, до 25-30 местами даже и ниже. В Красноярском крае местами небольшой снег, кроме юга его, там без осадков. И днём на всей этой территории, равно как и в центре и на юге Западной Сибири, от 5 до 15 градусов мороза. Там, кстати говоря, тоже без осадков. Но только в автономных округах небольшой снег и минус 15, минус 25. На Урале погода ветреная, с небольшим снегом, правда, только в отдельных районах. Преобладающие температуры воздуха по Уралу от 4 до 10 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге около 5 мороза, временами небольшой снег. В Москве тоже небольшой снег, ну а днём минус 6, минус 8. Если простуда и грипп одолели, вот грипп Феррон, чтобы вы не болели. И сразу после региональных вестей продавцов телефонов проверят на честность. Таможенная служба России придумала нехитрый способ, как вывести на чистую воду самих дилеров. Об этом в нашем обзоре прессы. Доброе утро! В эфире «Вести Магнитогорск» в студии Галина Кочарова. Сегодня в Магнитогорске откроется новый детский сад. Это первое за 7 лет дошкольное учреждение, построенное в городе. Муниципальному бюджету садик обошёлся в 32 миллиона рублей. На сегодня практически полностью завершены отделочные работы. Собирается мебель, завозятся игрушки. В распоряжении обитателей детсадика будут плавательный бассейн, игротека, зимний сад. Это первая «Ласточка». И этот год, следующий год, мы планируем уже два садика отремонтировать капитально. И один садик приступить к строительству. Я думаю, он будет закончен в 2007 году. Пока у детсада на Сиреневом есть только порядковый номер. Как он будет называться, решат дети. 50 директоров школ Магнитогорска и близлежащих сельских районов получили ноутбуки. Оснащение учебных заведений пока оставляет желать лучшего. Челябинская область вошла в семёрку регионов, которые участвуют в федеральной программе компьютеризации школ. До 2008 года все учебные заведения должны быть оснащены современной техникой. Должна измениться сама технология организации образовательного процесса. Технология преподавания. То есть вместо бумажного учебника иногда невозможно показать какой-то эксперимент. Провести какой-то лабораторный опыт. А компьютерные технологии сегодня, информационные технологии позволяют нам это сделать. В ближайшее время компьютерным оборудованием будет оснащено и рабочее место каждого учителя. Сегодня вечером на площади у администрации Магнитогорска состоится открытие новогоднего городка. В этом году центральную ёлку установили почти на неделю раньше, чем обычно. Уже украсили игрушками и даже проверили электрические гирлянды. Решили проблему со снегом и льдом. Снежных фигур в этом году не будет. Вместо них установили надувные. В случае повреждения они легко поддаются ремонту. Лёд же пришлось специально отливать. А большой многолучевой прожектор впервые установят на крыше городской администрации. Работники металлургического комбината продолжают борьбу в спортивных соревнованиях. В самом разгаре зимняя спартакиада. На этот раз участникам предстояло состязаться на льду в конькобежном спорте. Магнитогорские металлурги не профессиональные спортсмены, но за родное предприятие выступить дело чести. Два дня все, кто умеет стоять на льду, принимали участие в спартакиаде. Причем независимо от возраста. Юрий Алексеевич даже не помнит, когда последний раз бороздил лёд. Главное не опыт, а борьба за команду. Немножко в детстве катался и в хоккей играл. Ну а так уже в последние годы лет пять не вставал. Не знаю, что получится. Таких, как Юрий Андреев, здесь много. Даже молодежи трудно. Времени на спорт мало. Нормально, но тяжело все равно. Давно уж не катался. Дистанция 300 метров. Задача пробежать как можно скорее. Накануне выступали в основном женские команды. За эти два дня на катке побывали несколько сотен работников комбината и дочерних предприятий. Инструкторы довольны. Несмотря на то, что участие дело добровольное, на лёд вышло команд больше, чем ожидали. Могут участвовать все желающие, кто немножечко стоит на коньках. У кого как получается, они молодцы все приходят. Тут-то хорошо катается, тут-то не очень. Но все бегают. Спартакиады ММК в полном разгаре. Зимних видов спорта немало. А погода пока располагает к активному отдыху. Дарья Сивухина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Далее информация об отключениях сегодня. С 8.30 до 19.00 планируется отключение холодной и горячей воды в ряде домов по улице Маяковского. С 9.00 до 17.00 прекращается подача горячей воды в домах по улице Труда и Советской. С 9.00 до 15.00 отключают горячую воду и отопление на строителей 36 и 38. С 9.00 до 17.00 не будет электроэнергии в домах по улице Советской. 50 лет в Магнитке и на Карла Маркса 51.75. Выпуск продолжит прогноз погоды. Далее самые свежие вести в вечернем выпуске в 20.30 с Александром Киселевым. Оставайтесь с нами и до встречи. Синоптики прогнозируют в Фершанпенуазе сегодня днем минус 7, минус 9 градусов. В Кизильском температура воздуха 5-7 ниже нуля. В Верхнеральске 8-10 мороза. В Новообзаково минус 6-8 градусов. А в Магнитогорске переменная облачность без осадков. Температура воздуха минус 5-7. Это наиболее эффективная поддержка.